С нашим правительством не до жиру быть бы живу. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. С 1 января 2021 года в России будет установлен минимальный размер оплаты труда россиянина 12 792 рубля. Кроме того, будет увеличен прожиточный минимум, который с 1 января, сейчас уже на данный момент, составляет 11 653 рубля. Как заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан. Друзья, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Берем минимальный размер оплаты труда 12 792 рубля. Умножаем на 13%. Это подоходный нарок в Российской Федерации. У нас получается сумма 1662 рубля. Я хочу вам напомнить, что с минимального размера оплаты труда, кто получает, вы обязаны заплатить подоходный налог по законам Российской Федерации. Вычитаем из 12 792 рублей 1662 рубля. У нас получается сумма 11 130 рубля. Именно столько денег получает россиянин, который зарабатывает, получает на руки, вернее не на руки, по, так сказать, бумагам получает минимальный размер оплаты труда. Фактически он получается 11 130 рублей. То есть, получается, что прожиточный минимум 11 653 рубля, а россиянин на самом деле получает 11 130 рублей. Получается, Голикова врет нагло и цинично. Получается так, друзья. Вот нам все время говорят Украина, Украина, Сирия, Сирия, США, США, Навальный, Навальный и так далее. То есть, кто виноват в бедах России. Давайте посмотрим, что происходит в Украине. В Украине с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составляет 6000 гривен. Так, 10 гривен на данный момент стоят 26 рублей 7 копеек. Заходим в калькулятор, умножаем. 2,60 на 6 тысяч. Ну, 1 гривна. 2,60 будет стоить. Получается 15 600 рублей. Это уровень минимального размера оплаты труда в Украине. 15 600 рублей. В России, напомню, 12 792 рубля. То есть, ну, еще до уплаты налогов. А налоги вы заплатите? Куда же вы денетесь? Как говорил Бенджамин Франклин, в этой жизни ничем нельзя быть уверенным, кроме двух вещей. Первое. В неотвратности смерти. И второе. В неотвратности налогов. Ну, довольно лирики. Вот, друзья, получается, жители Украины уже живут лучше россиян. Помните, сколько нам постоянно говорили, что вот Украина там, да они сдохнут без нас там. То есть, а я напомню вам, что эта страна, фактически ее разделили пополам. От нее отжали Донецк, Луганск, Крым. Но эта страна уже живет лучше так называемой скрипоносной сверхдержавы. Вот так, друзья. Ну, еще интересная информация про Китай. Хочу немножко поговорить. Смотрю ставку подоходного налога в Китае. И вот, обратите внимание, то есть, в Китае сейчас с 1 сентября еще 2011 года до сих пор действует ставка, прогрессивная ставка оплаты труда. До 1500 юаней китаец платит 3%, если он зарабатывает. От 1501 до 4500 юаней 10% и так далее. Короче говоря, в зависимости от заработка китайца он платит от 3 до 45% налога. Обратите внимание, какой разброс. А сейчас я хочу посмотреть, сколько все-таки минимальный вот этот налог 3% в рублях будет. Юань сейчас стоит на данный момент по отношению к рублю 11 рублей 30 копеек. До 1500 юаней ставка подоходного налога в Китае 3%. Умножаем 1500 на 11,3. Получается 16950 рублей. То есть, если китаец, житель Китая, КНР, зарабатывает до 16950 рублей, он платит подоходный налог 3%. В России хочу обратить ваше внимание, что человек, независимо от его дохода, платит подоходный налог 13%. Справедливое ли это? Нет, конечно. Друзья, я считаю, что вообще, в принципе, если человек зарабатывает ниже прожиточного минимума, зарабатывает минимальный размер оплаты труда, я считаю, что с него вообще не надо брать никакие налоги. Ставьте лайк, если вы считаете так же, или дизлайк, если вы считаете, что все должны платить одинаково. Пишите ваши комментарии. Друзья, делитесь данным видео. Страна должна знать правду о том, живет как скрипоносная держава. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Сегодня я вам напомню, еще в 19.00 по московскому времени состоится стрим, где мы с вами немножко поугараем. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. С вами был Олег Бурылов.